Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своём канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим, что будет, если вы закроете видео на своём канале. Допустим, из открытого доступа переведёте в закрытый доступ. Итак, для системы YouTube, которая, в принципе, говорит, что вы можете всё делать, что хотите на своём канале, в рамках всех правил YouTube, но всё-таки, когда вы закрываете видео, алгоритм это не очень поддерживает и не очень любит, потому что эти видео, возможно, могут быть у него в алгоритмах поиска. Вот, поэтому, ребята, какая-то птичка красивая бегает. Я первый раз вижу такое, но не покажу, потому что она серенькая, её вообще не видно, скорее на соловья похоже. Итак, для алгоритма YouTube, ему важно, что есть контент, есть видео, и он пропихивает их, пытается ваше видео куда-то пристроить. Но, как я уже рассказывала, если у вас куча тематик, да, вы накрутили кучу тем на канале, и вы понимаете, что вы уже сейчас будете разделять эти темы, первое очень важное правило, нельзя закрывать те видео, даже если они не по вашей теме, которые находятся в регулярном систематическом поиске YouTube. Вот те видео, которые у вас стоят в аналитике, самые первые, самые популярные. Вот эти видео, вот их там 5 штук, там 5-6 штук, вот их трогать вообще нельзя. Не изменять название, не изменять описание, ничего нельзя делать. Итак, идём дальше. Значит, вы видите, что у вас есть видео, которые не активны, и YouTube их нигде не показывает, и они не по вашей теме, вы их закрываете в закрытый доступ. Но лучше это делать, когда вы, допустим, пачками там по 3-4 видео в день, вы потихонечку их закрываете. Это очень важно понимать, потому что YouTube не очень это любит. Но даже если вы взяли в один день, закрыли там 10 видео, да, или 20 видео, ну уже так и будет, уже сделано, не надо дёргаться. Просто приготовьтесь к тому, что немножко канал поколбасит. Алгоритм пока пристроится к тому, что вы сделали. Главное в этот момент продолжать систематически публиковаться, а не просто позакрывать видео. Это тоже очень важный момент. И вот в конечном итоге, когда вы это всё сделаете, конечно, будет проседать тематика. Не тематика, а просмотры. Немножко вас поднакажут, но я вам могу сказать, что алгоритм для вас, алгоритм за вас, и он для всех каналов старается. Это вот важно понимать в любой сфере, в которой вы занимаетесь. Если вы делаете всё правильно, помогаете тоже алгоритму, всё у вас получится, всё будет хорошо. Но закрывая видео, вы поймите, что алгоритм должен понять, что происходит с вашим каналом, почему ушли просмотры, почему ушли видео. Он вас прощупает, проверит, прозондирует и опять запустит куда надо. Вот и всё. Обычно вот такое вот проседание длится 2-3 недели. Иногда меньше, иногда больше. Но в любом случае это как бы не тот момент, когда стоит расстраиваться, потому что хуже, когда, допустим, те видео, которые вам неинтересны, они взяли, допустим, и попали у вас в рекомендуемые видео, а вы смотрите это видео ни о чём. И зачем я его оставил, понимаете? Поэтому, ребята, у нас тут бегает. Да, там у нас родник, а я здесь хожу, пока очередь, и с вами беседую. Очень полезные вещи. Понимаете? С утра зарядочка не только физическая, но и умственная. Итак, понятно, да? Закрывая видео, вы... Ну, не то чтобы подрезаете рейтинг-канал, а не подрезаете. Если вы закрываете те видео, которые надо, которые не надо вам, да, то всё окей. Ничего с вашим каналом не случится. Всё будет нормально. Лучше закрыть те видео, в которых вы сомневаетесь, чтобы эти видео не попали в рекомендации или в поиски. Потом вы будете сидеть и думать, блин, а чего же я оставила это всё? Окей. На этом всё. Хорошего вам дня. Если будут вопросы, задавайте. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok